Тем временем в республике идет приемка школ к началу нового учебного года. Инспекторы проверяют материальное обеспечение, состояние зданий, противопожарную систему. Какие нарушения встречаются чаще и в какие сроки школы должны быть готовы к работе. Репортаж Виталия Абрамова. Сегодня проверки со стороны госпожнадзора подверглась школа номер 5 города Якутска. Инспектируется все, начиная от первичных средств пожаротушения и заканчивая документацией. Также попутно проводятся профилактические беседы с персоналом, ответственных за пожарную безопасность. Проверка показала, что данная школа готова к новому учебному году. В классах два раза в год проводится обучение детей. Добровольная пожарная дружина есть у нас в количестве семи человек. Все мужчины, школы, преподаватели, они входят в состав этой дружины. Но, к сожалению, не все настолько хороши. Из 54 образовательных учреждений 5 пока не подходят под норму безопасности. Встречаются нарушения профилактического характера. Например, на пути эвакуации складируются посторонние предметы. Это могут быть и стулья, и ящики. Но могут бы снять доводчики. И такие проверки не напрасны. Только за последние пять лет в республике на объектах образования произошло 24 пожара. К счастью, обошлось без пострадавших. А в этом году планируется функционирование более полутора тысяч детсадов, школ, а также объектов среднего и высшего образования. Из них на сегодняшний день допущено к работе только 653 объекта. 110 проверку не прошли. На 74 объектах отсутствует вывод сигнализации по срабатыванию охраны пожарной сигнализации в подразделении пожарной охраны. На 19 объектах неудовлетворительное состояние пути эвакуации. На 10 объектов не обеспечено нормативным количеством первичных средств пожаротушения. На 6 объектов неисправно против пожарного водоснабжения. Все они к 25 августа должны будут устранить недочеты. Кроме еще нескольких, у которых причины несколько иные. В городе Якутске по причине проведения реконструкции двух школ по федеральной программе сельскохозяйственной учреждения могут политехнические лица СОЖ номер 14, могут быть специальная операционная школа номер 28, и также там в Конском районе могут быть оборудовательская СОЖ в связи с задержкой от достатка строительных материалов. В итоге комиссия решила с 20 августа по 20 сентября о проведении месячника безопасности в образовательных учреждениях. А учреждениям, которые не могут окончить ремонтные работы до дня знаний, найти здания для организации учебного процесса и осуществлять в них согласование надзорных органов. Виталий Абрамов, Евгений Лугинов, НВК САХА, Якутск.